Как всем известный сериал «Великолепный век» стал популярным не только в Турции, но и в других странах мира. Женщины при просмотре саги охали и ахали, восхищаясь великолепными дворцами, шикарными одеяниями наложниц и фавориток, их драгоценностями, ну и конечно не остался без внимания и главный герой этого сериала Султан Сулейман Великолепный. О таком брутальном мужчине и покровителе мечтала каждая девушка, но и здесь есть свои подводные камни. Жизнь в гареме совсем не похожа на восточную сказку, где наложницы не знают проблем и забот, дни напролет развлекаясь и заботясь только о себе. Реальность была куда жестче. Для многих женщин, живших во время правления османских султанов, пределом мечтаний было попасть в гарем повелителя и родить ему ребенка, ведь именно с этого момента жизнь ее менялась к лучшему. Но всем известный факт, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Османские женщины не знали другой судьбы, все в их жизни было подчинено одному мужчине и господину, а вот современная женщина вряд ли смогла бы смириться с таким положением, попав в гарем. Так что, дорогие дамы, не стоит завидовать Хюрем только потому, что она жила во дворце и ее любил сам султан Сулейман. Судьба знаменитой Хосяки была непростой. Чтобы добиться того, чего она хотела, Хюрем пришлось полностью изменить свое мировоззрение и отказаться от моральных принципов, воспитанных в ней родителями. Если рассмотреть положение женщин в гареме с точки зрения современности, то очень многие вещи покажутся ужасными и унизительными. Например, иностранки попадали в гарем не по своей воле, их захватывали в плен при набеге на соседние государства. Так, например, оказалось в плену Ироксолана, ставшая затем той самой Хюрем. Во время набега, как правило, в живых оставляли только маленьких мальчиков и красивых молодых девушек. Всех остальных ждала одна участь смерть. И вот после такого, когда на глазах у девушки убили всю ее семью, а потом продали в рабство неверным, она попадает в гарем, где от нее ожидали покорности и послушания. Не многие могли смириться с такой участью, предпочитая смерть рабству, но некоторые все же предпочитали жизни, пусть и вдали от дома. Хотя и для них это было непросто, ведь отныне твоим господином становится тот мужчина, который был виновен в смерти твоих близких и родных. И как можно было любить и ублажать такого человека? Но выбора не было, и девушки становились наложницами. Так было и с Хюрем. Она потеряла всю свою семью и попала в гарем, где стала наложницей султана. Решив во что бы то ни стало выжить, она сменила вероисповедание и твердо решила покорить султана. Ведь в этом был залог ее успеха. Хотя ей, как свободнорожденной, было непросто смириться с тем, что она отныне обязана подчиняться мужчине. Жизнь в гареме предусматривала ряд правил, нарушать которые не было позволено никому. Малейшее неповиновение влекло за собой наказание. Девушек могли лишить еды и воды. Заперев где-нибудь в коморке, за более серьезные нарушения провинившихся, могли отхлестать прутьями по пяткам, чтобы не портить внешний вид. А совсем уж безнадежных нарушительниц спокойствия высылали из гарема в ссылку или вообще могли казнить. Так что современным свободолюбивым женщинам вряд ли пришлась бы по вкусу жизнь наложницы в гареме. Другой немаловажный момент, который стоит учитывать, это жестокая конкуренция среди женщин за внимание одного единственного мужчины. Султаны всегда имели множество наложниц, фавориток и жен. В моногамии они не страдали, любовь к одной женщине не была у них в почете. И даже если девушка из наложницы превращалась в фаворитку, это не могло быть гарантией вечной любви правителя. Сердце султана при таком обилии новых красивых девушек не отличалось постоянством. Так что сегодня он любил одну фаворитку, а завтра положил глаз на другую девушку. И вот уже она переселяется в отдельные покои. А бывшая фаворитка возвращается в общую комнату к простым наложницам, теряя все свои привилегии. Или же какая-нибудь вновь поступившая девушка решила добиться любви султана и ради этого распускает сплетни о его нынешней любовнице. И когда слухи дойдут до султана, существовала вероятность, что он не станет разбираться, а просто отправит в тюрьму или ссылку неугодную фаворитку. А ее место тут же займет другая. Так что конкуренция в гареме была жестокая. Женской дружбы как таковой там не существовало. Сама Хюрем предпочла забыть о верной подруге, с которой они вместе прошли тяготы плена и рабства, только ради того, чтобы не дать той подняться выше в гаревной иерархии. Для этого Хюрем пришлось пожертвовать своей моралью. Она прислала в дар подруге отравленный мех, из-за которого у той по всему лицу вздулись волдыри. И с этого момента девушка лишилась возможности стать фавориткой султана. Ревность также не была в почете. Наложницы, фаворитки, даже жены не имели права ревновать своего повелителя к другим женщинам. Все, что им оставалось, это молча терпеть и надеяться, что султан совсем их не забудет. Одним из шансов на это было родить султану ребенка. Если рождался мальчик, то наложница сразу получала титул султан и свои отдельные покои. Для родивших девочек привилегии тоже были, пусть и чуть меньше. Но что самое главное, дети становились слабостью женщины, которые могли воспользоваться враги. Например, соперницы с легкостью могли подсыпать яд не только матери, но и ее ребенку, чтобы разом избавиться от них. Или же султан или валиде могли отобрать у матери малыша, если она недостойна была его сама воспитывать. Мальчиков могли отослать в другую провинцию на учебу или отправить в военный поход вместе с султаном для приобретения должного опыта. И не факт, что юноша из Адэ возвращался целым и невредимым. Еще одним заблуждением о сказочной жизни в гареме было стабильное финансовое благополучие наложниц и фавориток. Да, каждая из них получала жалование, но условия их проживания оставляли желать лучшего. Простые наложницы спались вместе в одной комнате. Отдельные покои имели только фаворитки и жены. Особо понравившимся наложницам султан присылал подарки. Однако все могло измениться в один миг. Если благосклонность султана к девушке заканчивалась, то вместе с ним кончалась и обеспеченная жизнь. Так что завидовать женщинам, которые жили в гареме, в том числе и хюрем, не стоит. Жизнь их проходила в постоянном стрессе и в борьбе за существование. Сильнейшее нервное и эмоциональное истощение ни к чему хорошему не приводило. Поэтому срок жизни женщин в то время был сравнительно недолог. Счастье было дожить до 70 лет. Но большая часть женского населения умирала в возрасте 50-55 лет. Что в сравнении с современными женщинами очень мало. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех. Но сложнее всегда было детям. Не простым детям, а особенным. Тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь. Но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь. Каждое даяние благо. Будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма. А для детей – надежда. В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд Международный орден милосердия, который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok